Всем здорова! Продолжаем мы нашу поездку. Кто забыл, едем мы взрывать какую-то дамбу, чтобы разобраться уже окончательно с упокоителями. Вот так мы научились уже намадряться, клин на своем кататься. Осталось чуть-чуть совсем. Тут я еще не ездил, по крайней мере. Тут я еще не ездил. Так, что тут у нас? В эвакуаторах можно найти комисло с бензином. Темнота опять. Приехали. Ну что, легко не будет? Нет. Вау. А, так они тут обосновались. Ты что делаешь? Ну я сейчас прихвачу туда этот рюкзачок. Я очень вежливо и аккуратно. Взорву там все. Бухарь. Ну а ты будь здесь и прикрывай меня, пока я устанавливаю заряды. Ох, ты долбанулся. Да я справлюсь. В перестрелках я не силен на взрывчатку-то я заложу. Я умею работать со взрывчаткой. Афганистан прошел, а вы точно знаю, куда ее ставить. Чудно. Вот и подскажешь мне что куда. Ты готов? Да. Погнали. Так что все таки его прикрывать буду? Я буду на этой вышке. С нее просматривается вся плотина. Подожду здесь, пока ты поднимешься. Давай. Получается мне на эту вышку нужно подняться. Хорошо. Ты готов? Я пошел. Давай, быстро и незаметно. Понял, брат. Бухарь. Ладно, иди, иди. Где поставить первый заряд? Видишь мостки, которые наверху плотины? Я на месте. Так. Ставлю первый заряд. Давай. Ставь. Опа. Готово. Там кто-то едет оттуда. Смотри, птицы вылезли. Молодец, бухарик. Так держать. Дик. Дик. Блять, живой еще кто-то вот. Пару упокоителей стало меньше. я же сказал я тебя прикрою я закладываю второй заряд теперь я все плохо вижу чувак да да ничего себе смотря как он прыгает на да подожди ты дай походу блять вы этот кого я прикрываю делаю что могу я разберусь ух ты бля нихуяся убрал вижу он еще один бежит откуда же они все лезут кто там еще а вон ходит вижу живой на большую трубу у основания плотины это напорный водовод давай вроде бы не видно никого еще рука нож это круто я даже немного завидую кто там не вопрос нахуй о блять снайпер черт ладно ладно давай ставь давай ставь блять так она пружинная миссия о стой нахуй беги бухарь быстрее я не могу все походу мне надо сваливать отсюда ну что пацаны получится у нас что-то или нет давай давай оу рванула под дамбы нашу смотри а вот стоит моя рука еще и шутит что там такое пойдем пойдем за жизнь проехать комплекс упокоителей и и слушай брат ты молодец круто все сделал да а по-моему я пару раз чуть не сдур ты уж извини о чем ты говоришь я такого драйва не испытывал с тех пор как помнишь как нас обложила орда в думала мы еще не закончили как думаешь сколько мы убили не знаю и они сами напросились мне кажется мало его счастливы как и все мы так ну что дальше придется пешком может останешься посторожишь байк от всяких бродячих упокоителей хе-хе-хе-хе хе-хе-хе нет байк меня сейчас мало колышет вот ну это виноват да только в этот раз господь бог ни при чем но ты меня понял упокоители как они живые то остались это ненадолго это мы еще исправим вот того того надо завалить бит слева 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 да да сейчас идите сюда твари давайте убийца я 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 вот это я ну это я я я меня я я я дикюков м сейчас я вам болеть дам назад нахуй вперед где гломила да это громила где он я не вижу громилу этого да лови бля пацаны давай оба нахуй блять пиздец все мне жопа нахуй блять здорово то какой нахуй сука я застрял пацаны блять опять перезарядка есть готов вот они все бегут блять сюда фух кое-как отстрелялись давай посмотрим что у них тут тряпка аптечка тут их блять сотни тут не просто так сделано чтобы он фугас манок сейчас мы все блять тут реализаторов нет места ну что пошли бухарь пошли это еще не все блять зубы я сука пулять пусть увидит свобода свобода все это был последний а джесси это получается этот короче еще более угасенные тем обычно ну что пацаны идем джесси погнали ага так вот туда тебя лезть не стоит сюда черт я тебя подсажу ладно слушай если со мной что случится недалеко отсюда травмят это ты слушай там наверху не карлос не отец психов упокоителей там чертов джесси вильямс подонок и вонючий жалкий говнюк который получил по заслугам понял так что иди туда и завали эту паскуду давай подсаживай сейчас разберемся опа поймал он меня глянь надо какую то отравлю меня прием а а пора покориться брат пора покориться наркотой какой то смотри я сейчас видеть ничего не буду дико покорился покорился смиренному чеснему ну давай еще раз покориться ты помнишь как все было давай вот так было все понял ты блять он живой еще и вали его нахуй дальше все а ну принципе нормально быстрее его я вижу я вижу что происходит что теперь мне виден путь да скажи что все хорошо можно сказать вот и все он целую проблему для получается для лагеря решил для всех вообще по идее вообще покоители теперь не должно быть да да все и без тебя бы не вышло приятно снова побродить по одищу но я так скажу махать лопатой и полоть грядки тоже в общем то неплохие занятия вот так вот видели пацаны джесси нет сколько их осталось смысле тех кого мы знали никого никого не осталось черт я мне жаль старик да мне тоже пошли пора смотаться бухарь сам видите сам дебошир но к этому пришел что грядки копать и просто жить стараться жить обычно жизнью тоже в принципе неплохо хотя до этого до всего я так понимаю они охотились людей искали в лагеря их поставляли своей такой жизни вот уже приходит понимание того что уже что искать того чего не может быть нужно как-то пытаться пытаться выжить в этом мире подстроиться почему уже пару лет не общались просто я думал что раз с тобой там моя Элизабет нет смысла мне лишний раз тебе по ушам ездить а потом когда начался этот ад на земле я решил что тебя нет или тебе насрать извини за грубость вот потому я и пришел я до сих пор не знаю надеюсь ты есть надеюсь есть высшая цель для всего этого дерьма вот и все мы мы с тобой еще поговорим аминь 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 дик да рикки сказала что ты можешь быть здесь ну у меня просто колени больные поэтому я столько лет не молился я не из тех кто ходит в церковь даже что пережил в кэмп шермане но теперь после всего этого я подумал что может быть уже и пора у меня не было выбора у нас у всех есть выбор дик пока мы не умрем мы или они да всегда мы или они всегда почему все катится к черту просто надо понять что мы это каждый живой человек кроме тех кто ходит в засранных штанах и жрет людей нет ты знаешь нравится тебе или нет но таков наш мир да что делать молитвами его не изменишь ты можешь мечтать о другом мире но это будут просто мечты мечты тут вообще ни при чем мы сами творим этот мир своими поступками все мы я его отпустил опа он шиза шиза отпустил честного суда все равно бы не вышло ты его отпустил велел ехать и не возвращаться господи майк ты хоть понимаешь что ты натворил да предотвратил убийство и знаешь что мне от этого легче так вот доступно наклейки мало доступно наклейки мало нет у меня ни ружья смотри ни винтовки нету пойду и попродаю все что у меня есть смотри тут уже вот что они попалили все тут прикольно тут все таки осталось вон до массы жирной видели нету ничего блять что сожгли что поломали так подожди что у нас по заданиям здесь а все этого я уже не могу перевести получается миссия это пропало у меня я просто думаю вспоминать заехать сары за старый в обеденный перерыв в смысле утопить как и съездить в разоренный лагерь беженцев нарушу посетить память на камень ну и принципе здесь ну такие пойду еще все продам даже не представляю с чего тут начать доступна работа у нее у нее доступна работа эй чёрт когда напали упокоители я решил ну понимаешь что нам кранты ладно погоди как поживает эй я слышала понимаешь о чем ну о том что ты для нас сделал как ты всех упокоителей я я знаю что тебе пришлось в смысле ну как еще их можно было остановить да слушай мне пришлось это сделать но я этим не горжусь понимаешь это мы же понимаешь они наступали да да понимаю не нужно передо мной оправдываться я была тут когда они напали помнишь я не знаю наверное я просто устала понимаешь да конечно пожалуйста так то лучше вот так так у него появляются эти световые гранаты нет места у меня полностью забит рюкзак ну ладно все в принципе мы все продали так что там у нас за этот вот я не понимаю что у нее открыто вот какое задание у этой можно взять трофей на охоту что ли поехать в лагерь какой-нибудь долбануть написано доступная работа есть какая у нее работа да двупесы вернулся что где скажи где он я его спугнула джереми погнался за ним да я пыталась его остановить но твою мать где реки джереми проследил за ним до старой лесопилки похоже что двупесы прячутся в заброшенном лагере нера ладно я с ним разберусь я хочу чтобы ты принес его нож что тебе нужно доказательство хорошо ладно да как скажешь не упусти его дик кто знает скольких людей он угробил да я понимаю у доступна новая работа сейчас смотрим я ни хуя не понимаю приехать к укаженной точке давай приехали нет вот это сцепление слушай да знаю я где сцепление я не поняла тебя учить или нет да но про сцепление я знаю ну ладно хорошо тогда давай сама пробуй ладно а это сейчас вспоминание какое-то будет получается или что у него это миссия не взялось потому что я уже всех я ничего не понимаю блять что он так задумался и загрузка пошла что сейчас будет происходить эй 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 слышь здесь не паркуются вспоминания да я приехал за своей это частная территория давай короче дуй отсюда ну ладно а а а вообще-то знаешь что я пожалуй здесь подожду честно постараюсь не мешать тебе работать по уголам это офицер мур пришли эти ребят по воротам слышь придурок это запретная зона сказал же вали отсюда а короче эй ты а ну стоять я сказал уезжай я пытаюсь донести я приехал за читать не умеешь вот блин ты смотри а я имею право применить оружие да ну спасибо что предупредил простите вы знаете этого козла он со мной простите мэм я не знал все в порядке честно я извиняюсь и кстати же она ехать будет это не я с ней это она со мной не свались ничего себе почему ты все время так делаешь как ведешь себя как козел слушай он первый начал тебе что пять лет аккуратней переключай надо давать достаточно топлива повышай обороты я поняла да я слышу куда мы едем к плотине приятная спокойная дорога да ну не когда ты за рулем на сегодня все в силе ты говорил можешь быть занят от черта бухарь с парнями хотят сгонять в окружную тюрьму навестить джека то есть ты меня продинами чтобы повидать какого-то уголовника он не какой-то уголовник я знаю знаю я пошутила да смотри она сцепление выжимает или нет когда переключать сейчас да смотри она сцепление выжимает когда переключение передач идет красавчики даже такую мелочь продумали которую я не знаю наверное 99 процентов людей не обращает внимание и не посмотрит выжимает ли она сцепление слева или нет переключение перед оба вау вау чуть о боже чуть не разбились господи ну почему каждый раз как я сяду на твой байк нас норовит сбить какой-нибудь урод охренеть не 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 спокойно ты молодец молодец другой бы на твоем месте запаниковал ушел бы за нос и угробил да не не просто задумалась отвлеклась и все нормально успокойся отдышись я не понял о чем ты задумалась да так просто всякое на работе ерунда все работа я просто думал может увидела мою новую нашивку новую ты что намат стой ты ушел из клуба я не ушел из клуба я в жизни не уйду намат означает ну что я буду меньше участвовать в их делах я я я знаю знаю если бы и попросил я бы сказал нет что ехать то готова да в смысле нет но куда деваться то так а получается ради ее грубо говоря спасибо что спасла мне ну такой практически вышел из клуба но остается еще участником клуба но уже в свои дела клуб его не посвящают там какие-то делишки как думаешь твои родители приедут на свадьбу не знаю просто я думал если я выйду из клуба мне кажется им будет все равно дикон ну ты им хоть скажешь ну если хочешь но я не собираюсь меняться сама или менять тебя только чтобы порадовать моих снобов родителей ладно осторожно да вижу они не к вашей лаборатории поехали вот черт а твои из клуба кто-нибудь из них приедет или они на тебя в обиде а не знаю я думаю никто из них уже давно не бывал в церкви тем более ты же не хочешь чтобы перед часовней выстроилась 27 хорлеев да знаешь по правде говоря хочу а ну ладно а че столько полиции туда ездит интересно что там случилось а нет мисс Витакер вернулась что там такое не знаю мисс Витакер да вас искал шеф что-то срочное вечно срочное да я уже иду понял надо бежать эй стой прости ничего наверное просто пожарная тревога сработала я понял ну не плохо ну давай потом созвонимся что тут у нас дальше будет ну и что тут у нас дальше будет я просто легкие загрузки большие туда на PlayStation 4 просто ну извини эдди за береги извини ну зашибись баба блин у брайн это дико на твете у брайн это да возьми ты уже так не 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 она вела исследования какие-то фармацевтические да хер знает что она делала поищи да убрали не забудь ты мне должен очку навыков доступно что тут мы можем купить близь требуется 1 вообще по максимальным начальный эффект значение ускорения выставления вот это вот хорошая вещь и это принципе здесь что мы можем увеличение проникающих выстрелов и стрелкового оружия убийство противника выстрелы в голову устанавливать здоровье но почему бы нет давай вот это купить насквозь освоена теперь ваши пули способны пробивать цель насквозь и наносить урон противникам за ней зачем нет по крайней мисс сортами можно вот у нас смотри максимально какое здоровье вы видите мы можем сделать у нас здоровье запасил концентрация у меня совсем чуть-чуть прокачано то можно прокачать прокачать еще все прямо здесь можно вообще с него сделать монстр машину для убийства получается вот такие вот дела фрики что-нибудь помнит о себе о прошлой жизни убираем что у тебя надо встретиться о господи о браин ты можешь просто мне сказать что нашел она жива или нет я хочу крыш что тебе передать о браин координаты я тебе скажу встретимся там конец связи о браин что мне там скинуть хочет у меня ничего не скинул еще давай съездим чтобы память на камень сары выбор побочного здания это побочное здание дик тебя ищет майк он сказал бухарь слушай скажи ему я скоро буду мне нужно помнишь я тебе рассказывал когда сара погибла а неру драпали в общем они взяли с собой только своих федералов и тех у кого был федеральный допуск дик ты это вообще сейчас к чему короче может я зря трачу время но надо кое-что выяснить конец связи доступно новое задание зачем я здесь приехать до встречи с убрайна вот мы лучше сюда съездим так давай это будет очень интереснее освобождает борьба с терроризмом глобальное потепление все это уже не важно потому что живем мы теперь водище это заговор слушайте внимательно борьба с терроризмом сплошная показуха ее затеял старый добрый дядюшка сын чтобы искать оружие массового поражения которого тупо нет глобальное потепление выдумка лживых ученых прикормленных теме кому выгодно кошмарить народ подумайте зачем все это нужно а чтобы отвлечь людей если забить нам голову таянием полярных льдов страшными гмо и борьбой с джихадом мы вряд ли заметим что там власти будет на самом деле не попадайтесь на эту удочку вам показывают пальцем вдаль а вы смотрите прямо перед собой с вами марк копланд это радио свободный орегон не верьте лжи так что ж получается твой мудрый совет к опыту исходить из того что все вокруг врут так что ли но это это ведь это и правда хороший запоздал и правда но все равно ты можешь мне сказать такого гулять я счела не поймала что такое красное доигрался пошел короче на свою голову вот мне надо было тут останавливаться и блять дурдом просто все время залезу то куда не нужно что там за информацией что ты можешь мне сказать такого чтобы стоило выслушать это радио свободный орегон правда освобождает борьба с терроризмом глобальное потепление все это уже не важно потому что живем мы теперь водище это заговор слушайте внимательно борьба с терроризмом сплошная показуха ее затеял старый добрый дядюшка сэм чтобы искать оружие массового поражения которого тупо нет глобальное потепление выдумка лживых ученых прикормленных теми кому выгодно кошмарить народ подумайте зачем все это нужно а чтобы отвлечь людей если забить нам голову смотря больше тут нету их смотри вот так мы вряд ли заметим что там власти мутят на самом деле не попадайтесь на эту удочку вам показывают пальцем вдали а вы смотрите прямо перед собой с вами Марк Коутланд это радио свободный Орегон не верьте лжи так что ж получается твой мудрый совет Коуп это исходить из того что все вокруг врут так что ли ну боже а ведь это и правда хороший совет запоздал и правда но все равно олень на дороге ну теперь ты не грозит попасть под машину сейчас пацаны мы съездим там с ним навстречу что нам скажет ну это то что я подозревал скорее всего ну я не знаю вот его же линия они сери-чур ее навязывали что вот это все таки его жена что она жива все таки оказалась ну потому что тихо 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 блять ты шо куда мне ехать вообще надо куда-то туда блять тебя бегут за мной блять ничего себе куда здесь надо катиться опять по лесам по этим по горам ну где ты там смотрю какого хрена я нашел тех кому могу доверять тех кого это все не устраивает как я тебе зачем вот посмотри ты был прав насчет жены где ты это взял когда шла эвакуация уровень допуска федералов так вот у Сары Рен Уитакер был четвертый уровень допуска она улетела на базу разведки вот так отведи меня нет нет я же тебя подбросил мы вроде друганы базы нет что опять нет год назад местное ополчение ополчение ну и где их лагерь я не знаю как вы можете не знать у вас же вертолет что ты сборник где-то рядом с крейтер лейк но туда нельзя лететь ясно там блокпосты ракеты гранатометы крейтер лейк крейтер лейк знаешь чем мы здесь занимаемся мы изучаем эволюцию зараженных она идет во всю сейчас мы в аду а дальше будет хуже намного хуже намного хуже и и и иди ты к черту брайан мне наплевать на все это бухарь бухарь ответь да дик слушай тут такое дело год назад мы с майком мы хотели поехать на юг но перевал с антием был закрыт а он сказал что знает другой путь дик майк сейчас не особо нами с тобой доволен да ты просто послушай меня ты помнишь что он сказал майк то да он он хвастался что знает тут все коси тропы на сотни миль сказал есть дорога которая идет вокруг горы и как то так тилсон тилсон да точно перевал тилсон да только на хрена тебе стоп меру черт ты ты поговорил она жива сара жива дик слушай меня а у брайан короче он нашел ее удостоверение да бухарь я я думаю она жива дик ну ты не терял надежды ты всегда знал ты не сдавался и что ты будешь делать не знаю бухарь не знаю но господи если есть шанс что она жива я ну я должен ее найти пацаны вот это смотрите пещера а там фрики смотри давай просто вот ради интереса сходим в эту одну из пещер мне кажется там фрики сидят и это вот орда здесь реки мне а мне тут я я перепутал чего ты это в каком смысле сказал быстро бухарь рассказал тут не о чем рассказывать через перевал сантилл не проехать короче я вернусь я говорю так подожди поехать на юг короче здесь вот получается все я могу вообще уехать оттуда давай я съезжу к этой все-таки мне просто надо кое-что сделать конец связи вот мне ехать прямо куда надо вот сюда блять пиздец до чего-то не доеду ладно стойя подожди это вот вот эта вот миссия все я уехал я уехал я уехал и не на регион вообще туда скорее всего сто процентов сколько людей он угробил тоже цель по заказу лагеря лос лос лэйк вернуться ход спринс и в коплинду еще помочь нужно мне осталось мало совсем побочных заданий по идее давай начнем с этого с меньшего все таки ну хотя хотя говорил блять не проходить не буду а что мне это за это дополнительное сюжетное линии что мне за это дадут на 47 процентов это все пройду будет 50 процентов получается давай сюда съездим сейчас это что такое я сюда блять не попаду блять так пизду ваш этот объект блять исследования нахуй давай поедем сюда щас в принципе быстрый переход свободный орегон правда освобождает я тут узнал что некоторые из вас сотрудничают которые у нас на глазах уничтожили группу выживших с мера которые бросили нас погибать во всем этом тюрьме кто-то назовет этих людей дураками но у меня есть другое слово предатели и поверьте к предательству я отношусь серьезно но я человек разумный поэтому на первый раз просто предупрежу это хватит прекратите прямо сейчас пока мы вас не нашли а мы найдем и тогда вы поплатитесь я лично повешу вас на самом высоком тереме какой найду а когда вы будете на последнем издыхании мы четвертуем вас и скормим вашим любимым фриком это я вам обещаю зажигаем это радио свободный орегон не верьте лжи да но вы коуп меня это тоже бесит завалило что ли это есть который мы здесь гулять мародеры пошли на фриков лак вам в руки ты есть я щас вам дам бродёры блять как выглядит надоели везде ползать у меня трофей ладно жрите их блять не будем ввязываться жрите вы друг друга давай послушаем привет наверное нет смысла что-то говорить ведь я теперь знаю что ты что-то не погибло просто уже привычка просто я приходил приходил сюда и разговаривал с тобой и только только благодаря этому я не спятил так что короче спасибо памятный камень получается закрывал якобы она жива все-таки колечко забирай все теперь ты опять ты не вдовец теперь да молодец да пацаны я как человека его понимаю прекрасно очень даже понимаю пацаны сейчас разберусь с этими чего дрилами блять кто здесь стреляет вообще кого не видно пацаны скажите мне в следующей серии мне пройти вот этих вот или нет получается вот эти дополнительные сюжетные миссии вот эти вот вот эти вот раз два три или сразу идти на основную сюжетную линию уезжать вообще и выезжать куда-нибудь поехать на ю короче вообще уехать отсюда скажите что вы скажете или перед чем уехать перед тем чтобы уехать ну дальше по основной сюжетной линии пройти вот эти дополнительные миссии получается сколько людей он угробил это нужно вот это вот за завали там чего-ка одного он спрятался бандита вернуться в лагерях от спринтс бабки к этой и еще к опринду за них пройти чуть-чуть осталось 47 30 процентов напишите то что следующее получается как будем делать ну все встретимся в следующей серии задаю буду знать как нам там на себя вести все пацаны пока пока